Приветствую всех! В этом видео расскажу про свои экшн камеры, а именно про GoPro 3 Black Edition и AES-70. Обеими камерами я пользуюсь и расскажу о том, что понравилось и не понравилось в каждой из камер именно мне. Не буду углубляться в характеристики, комплектацию и тому подобное, так как в сети очень много информации на эту тему. Начнем с внешнего вида. Экран AES находится сверху, что мне кажется гораздо удобнее, чем у GoPro, в которой экран находится на передней части. Когда я снимаю на эти камеры, как-то привычнее смотреть на камеру сверху, чем на переднюю часть GoPro. Очень нравится у AES-70 возможность без каких-либо дополнительных приспособлений устанавливать ее на штатив. У GoPro для этого надо использовать рамку или защитный бокс и специальный переходник. А если я, например, снимаю дома, то нет смысла во всех этих переходниках и боксах. Также плюсом AES считаю ее переключатели. Они механические и вынесены на переднюю часть камеры. Выключив камеру с помощью механического переключателя, можно не беспокоиться, что камера может случайно включиться. Также есть возможность включить с помощью кнопок, как в GoPro. Вообще считаю, что внешне AES-70 гораздо лучше и практичнее. Хотя, возможно, так считаю только я. В камере AES мне нравится режим таймлапс. То есть не то, чтобы сам режим, а именно то, что на выходе мы имеем готовое видео. В GoPro мы получаем в этом режиме кучу фотографий, из которых потом уже в пост-обработке склеиваем ролик. Мне вариант с фотографиями нравится больше, так как это дает более расширенные возможности. Хотя готовый ролик из AES может для кого-то и плюс, так как пользователь не дружит с видеомонтажом или попросту не хочет тратить на это свое время. Также в AES не нравится, что запись видео включается и выключается разными кнопками. Чтобы начать запись, надо нажать на кнопку на передней части, а чтобы выключить – на верхней части. Честно, это очень сбивает с толку. Возможно, это дело привычки, но меня это, бывает, даже раздражает. В GoPro это делается с помощью одной кнопки, как в обычной мыльнице. Также в камере AES световые индикаторы во время записи мигают зеленым. Это тоже не очень привычно. В целом, обеими камерами очень доволен. Каждая из них хороша по-своему. Со своим прямым назначением они справляются на все 100. Если у вас возникают вопросы, какую из камер выбрать или как ими пользоваться, пишите в комментариях. Постараюсь помочь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok